Еще в сентябре 2019 именно Линднер призывал вернуться к диалогу с Россией и вместо G7 к формату большой восьмерки с участием Владимира Путина. Теперь же в 2021-м лидер немецких либералов требует точечных санкций против соратников российского президента. Это индивидуальные санкции против тех, на ком держится режим Путина, ограничения на поездки, невозможность отправлять детей на учебу за границу, а также владеть собственностью или счетами за рубежом. Такие точечные санкции будут более действенными, чем общие санкции. Пусть даже новые, которые бьют по всем жителям России, даже позволяют Путину выступать в роли жертвы. Кристиан Линднер не скрывает, что попытка отравления Алексея Навального окончательно испортила германо-российские отношения, и что дальнейшая судьба российского оппозиционера еще во многом может повлиять на взаимоотношения обеих стран. Если Россия изменит свою политику, снова начнет сотрудничать, прекратит пытаться доминировать и давить, в том числе и на Украину, тогда снова можно будет говорить об улучшении отношений. Выражаясь общо, пока господин Навальный все еще находится в таких условиях, в заключении нам скорее придется, и как мы того требуем, говорить о более жестких, индивидуальных и эффективных санкциях в стиле акта Магнитского, а не об улучшении экономических отношений. Важным пунктом для германских либералов остается судьба газопровода «Северный поток-2». В январе, когда партия «Зеленых» требовала закрыть проект из-за нарушений прав человека в России, Кристиан Линднер призвал наложить мораторий на строительство трубопровода. Но и сейчас, когда проект почти завершен, основной кандидат Бундестаг от немецких либералов требует воспринимать «Северный поток-2» в том числе и как политический, а не только как бизнес-проект. И называет это важным отличием позиции его партии от курса консерваторов и социал-демократов. «Разница между нами заключается в том, что мы хотим иметь инфраструктуру «Северного потока-2», но мы всегда выступали за то, чтобы сделать его европейским проектом, согласованным с нашими соседями. И это не просто частный коммерческий проект, как сказала госпожа Меркель. Кроме того, мы должны учитывать интересы Украины. И речь тут идет не только о сделке и деньгах, но и о том, чтобы исключить сценарий шантажа Украины-России по вопросам поставок газа». На прошлых выборах в Бундестаг Кристиан Линднер подвергся резкой критике за его высказывания по Крыму. Он предлагал на время заморозить этот вопрос, использовав тот же подход, что и в случае с непризнанным международным сообществом Турецкой республикой Северного Кипра. Четыре года спустя Линднер снова ставит Крым на последнее место в российской повестке своей партии. «Крым будет последним вопросом, который мы сможем решить». «Почему?» «Потому что это конфликт особый. Есть много более первоочередных тем». «Украине вряд ли будет приятно слышать, что Крым у вас на последнем месте». «Значит, меня неправильно поняли. Я сказал, что если посмотреть, какие реальные угрозы существуют, что Россия модернизирует ядерное оружие, то первое, с чего мы должны начать переговоры, это с разрушения. С того, чтобы прекратились угрозы в отношении стран Балтии и незаконное нарушение границы на востоке Украины. И последнее, в чем Россия будет готова пойти на уступки, это Крым». В целом, позиция германских свободных демократов в отношении России остается открытой. Кристиан Линднер считает, что если бы, как он выразился, в нашем общем европейском доме царили хорошие взаимоотношения, от этого были бы выигрыши как российский народ, так и Европейский союз. Но для этого все жители дома, в том числе и Россия, должны «соблюдать правила проживания в нем».